Проповеди о Евангелии от Иоанна Часть третья Едущий мою плоть и пьющий мою кровь Пол Ча Джонг Что дали народу пять маленьких хлебов и две рыбы Иоанна, глава шестая, стихи первой, пятнадцатой После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского В окрестности Тивериады За ним последовало множество народа Потому что видели чудеса, которые он творил над больными Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими Приближалась же Пасха, праздник иудейский Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему Говорит Филиппу Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его Ибо сам знал, что хотел сделать Филипп отвечал ему Им на двести динариев недовольно будет хлеба Чтобы каждому из них досталось хотя понемногу Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра Говорит ему Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки Но что это для такого множества? Иисус сказал Велите им возлечь Было же на том месте много травы И так возлегло людей числом около пяти тысяч Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам А ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел И когда насытились, то сказал ученикам своим Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало И собрали, а наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов Оставшимися у тех, которые ели Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир Иисус же, узнав, что хотят прийти Нечаянно взять его и сделать царем Опять удалился на гору один В шестой главе Евангелия от Иоанна во всей полноте раскрывается понятие хлеба жизни Сегодняшний отрывок из Библии повествует о том, что произошло по ту сторону моря Тивериадского Когда за Иисусом последовало множество народа Люди пошли за Господом, потому что они видели чудеса исцеления, которые Он творил над больными людьми Взойдя на гору со своими учениками и увидев перед собой множество людей Иисус сказал Филиппу Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Филипп ответил ему Им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу Тогда другой ученик Иисуса, Андрей, сказал ему Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки Но что это для такого множества? Таким образом, Филипп и Андрей могли лишь обрисовать ситуацию, которая сложилась на тот момент И при этом не могли ничего сделать Однако, несмотря на кажущуюся безнадежность положения Иисус все же велел своим ученикам наказать всем людям расположиться на траве После этого он взял принесенные мальчиком пять хлебов и две рыбы Благословил их и раздавал всем присутствующим Среди насытившихся питью хлебами и двумя рыбами Одних только мужчин было более пяти тысяч человек Не считая женщин и детей Матфея, глава четырнадцатая, стих двадцать первый Марка, глава шестая, стих сорок четвертый Увидев такое чудо, собравшиеся выразили желание провозгласить Иисуса своим царем В те времена израильтяне жили под игом Римской империи И вся территория Израиля была колонизирована римлянами Несмотря на то, что израильтяне тяжело трудились на своей земле Им едва хватало на пропитание И они еле-еле сводили концы с концами Потому что большая часть урожая уходила на оплату непомерных налогов Которыми их обложили римляне Выращенного урожая им с трудом хватало на скудное питание И ни о каких лекарствах не могло быть и речи Вот почему израильтяне неотступно следовали за Иисусом Который исцелял их недуги и досыто кормил Хлеб, о котором говорится в 6 главе Евангелия от Иоанна Означает плоть Иисуса Плоть Иисуса возвещает о том Что наш Господь своим крещением взял на себя все наши грехи Предал свое тело для распятия Истек кровью на кресте И воскрес из мертвых Став тем самым нашим истинным спасителем Взяв на себя все наши грехи И понеся наказание за них Иисус раз и навсегда Полностью избавил нас от всех наших грехов И даровал нам вечную жизнь Таким образом, тело Иисуса является хлебом жизни Кровь же Иисуса является истинным питьем С определенной точки зрения Библия может показаться ничем иным Как просто историческими хрониками О жизни израильского народа Но на самом деле Это слово Божье Гласящее о плоти и крови Иисуса Которые Бог даровал нам Чтобы не спаслать вечную жизнь Всему человечеству Каждая глава Библии Несет в себе слово жизни С которым Бог желает обратиться к нам Таким образом, если человек точно знает Что говорит ему Божье слово Он может обрести спасение От всех своих грехов Андрей сказал Иисусу Здесь есть у одного мальчика Пять хлебов ячменных И две рыбки Но что это для такого множества? Две рыбы, о которых здесь идет речь Означают Божью церковь Подобно этим рыбкам Размеры Божьей церкви Также могут показаться Весьма невнушительными Однако именно она Проповедует сегодня Евангелие воды и духа Всем людям, живущим на этой земле Благодаря Евангелию воды и духа Распространением которого мы занимаемся Многие люди сегодня Имеют возможность Вкушать плоть Иисуса И пить его кровь Мы несем слово Этого подлинного Евангелия Всему населению нашей планеты Более чем шести миллиардам людей И те из них, кто верит в это Евангелие Получают прощение своих грехов В настоящий момент Численный состав Божьей церкви невелик Поэтому некоторые люди задаются вопросом Как вообще можно получать Прощение грехов При столь малом количестве Служителей Божьих Святых его церкви И тех немногих Распространителей Евангелия воды и духа Разбросанных по всему миру Но поскольку Господь Поддерживает Божью церковь И благодаря ей Трудится в душах людей Он спасает всех людей на земле От их грехов Наш Господь Даровал хлеб жизни Тем из нас Кто верит В Евангелие воды и духа Иисус сказал Что его плоть Является для нас Хлебом жизни Когда мы принимаем участие В святом причастии Мы вкушаем хлеб И пьем вино Этот хлеб Символизирует Тело Иисуса А вино Его кровь Которую он Пролил на кресте Иисус наказал нам Вспоминать его Вкушая хлеб И вино Во время причастия Луки Глава 22 Стих 19 Почему Потому что Наш Господь Приняв крещение Взял на себя Все грехи Этого мира И ради нас Пролил Свою кровь На кресте Наш Господь Своим крещением Взял на себя Наши грехи Эти грехи Перешли на Иисуса Христа И поэтому Они смогли Быть уничтожены Когда Иисус Наказал нам Есть Его плоть И пить Его кровь Он имел в виду Что мы должны Верить В истину Гласящую Что Господь Своим крещением Взял на себя Все наши грехи Предал Своё тело Для Распятия На кресте Где он Пролил Свою кровь Воскрес Из мёртвых И Тем самым Раз И навсегда Уничтожил Все наши Грехи Учитывая Всё это Чтобы Произошло Если бы Иисус Не взял на себя Наши грехи Во время Своего Крещения Мы никогда Не смогли бы Очиститься От наших Грехов Вот почему Мы должны Получить Прощение Наших Грехов Вкушая Плоть И кровь Иисуса Если мы Слишком Поглощены Решением Наших Собственных Проблем То мы Склонны Забывать О том Насколько Мы должны Быть Благодарны Господу За наше Спасение От греха Иначе Говоря Даже Несмотря На то Что мы Действительно Должны Быть Безгранично Благодарны Господу За то Что он Спас Нас Своей Плотью И кровью Мы Не Испытываем Этого Чувства Благодарности Если В наших Душах Царит Тьма И Пустота Как Результат Мы Уже Не Благодарим Бога И Лишаемся Его Милости Подобно Тому Как Эфесской Церкви Было Поставлено В упрёк То Что Она Отвернулась От своей Первой Любви Несмотря На её Терпение И Неустанные Труды Во славу Божью Откровение Глава Вторая Стихи Первый Четвёртый Но Если Мы На Какое Это Время Сбрасываем С себя Бремя Мирских Забот И Задумываемся О Боге То Мы Начинаем Понимать Сколь Благодарны Мы Должны Быть Богу За Неспосланную Нам Благодать Меня Буквально Захлёстывает Чувство Благодарности Когда я Размышляю О том Как Господь Пришёл На эту Землю Как Он Принял Крещение Чтобы Раз И Навсегда Взять На Себя Все Мои Грехи Как Он Понёс Эти Грехи На Крест Чтобы В Наказание За Них Быть Распятым На Нём Как Он Умер И Воскрес Из Мёртвых И Как Тем Самым Сделал Меня Безгрешным Человеком Когда Я Полностью Поглощён Своей Работой То Она Просто Не Оставляет Мне Времени Задуматься О Благодарности Богу Но Когда Я Снова Предстаю Перед Ним То Я Так Благодарен Ему За то Что Спас Такого Человека Как Я Духовные Помыслы И Помыслы Плотские Нередко Смешиваются В наших Умах Повергая Нас В состоянии Растерянности И Сметения Но Когда Мы Размышляем Над Тем Что Бог Сделал Для Нас Наши Сердца Исполняются Благодарности Мы Должны Снова И Снова Вспоминать О том Что Мы Никогда Не Смогли Бы Стать Безгрешными Пред Богом Благодаря Нашим Собственным Усилиям Потому Что Мы Слишком Несовершенны И немощны Иисус Христос Является Тем Самым Богом Который Сотворил Нас Иисус Это Создатель Который Сотворил Нас И Всю Вселенную И Потому Он Является Повелителем Вселенной Иисус Это Спаситель Который Был Рожден Во Плоти На Этой Земле Девой Марией Чтобы Спасти Своих Людей От Их Грехов В тот момент Когда Люди Будучи Сотворенными По Образу И Подобию Божьему Впали В грех И Оказались Обреченными Оказаться В аду Крестившись Он Взял На себя Все Грехи Этого Мира Понес Наказание За них Приняв Смерть На кресте Воскрес Из Мертвых И Тем Самым Действительно Полностью Избавил Нас От Всех Наших Грехов У Меня Не Хватает Слов Чтобы Выразить Мою Благодарность Богу Когда Я Размышляю Над Евангелием Воды И Духа Когда Люди Оказываются Перед Лицом Неминуемой Смерти То Они Становятся Очень Искренними Если В какой-то Момент Я Вдруг Осознаю Что Должен Вот-вот Умереть То Я Тотчас Отложу Все Мои Мирские Дела И Полностью Предамся Размышлениям О Моих Отношениях С Богом И И Даже Когда Я Буду Испускать Мой Последний Вздох В Моей Душе Будут Царить Абсолютный Покой И Счастье Поскольку При жизни Мне Довелось Вкусить Плоти Иисуса И Исполнить Его Крови Совсем Недавно В Пасхальное Воскресенье Мы Вновь Благодарили Господа За Дарованную Нам Вечную Жизнь Будучи Крещенным Иоанном Крестителем И Приняв Смерть На Кресте Наш Господь Воскрес Из Мертвых И Снова Вернулся К Жизни Воскресение Господне Является Также Нашим Личным Воскресением И Поэтому Те Из Нас Кто Верят В Его Евангелие Воскреснут В Новых Нетленных Телах Подобно Тому Как Воскрес Наш Господь Иными Словами Точно Так Как Господь Воскрес Из Мертвых Так И Мы Верующие В Евангелие Воды И Духа Также Воскреснем После Смерти Мы Действительно Верим В Воскресение Господне И Мы Также Верим В Наше Собственное Воскресение Когда Приходит День Светлого Воскресения Господнего Даже Неродившиеся Свыше Пасторы Говорят В своих Проповедях Иисус Умер На Кресте И Восстал Из Своего Гроба Поэтому Вы Также Должны Жить С Надеждой На Воскресение После Смерти Однако Весь Вопрос В том Верят Ли Эти Пасторы В Воскресение Иисуса Иначе Говоря Действительно Ли Они Уверены В том Что И Они Сами Воскреснут В тот День Когда Господь Вернется На землю И Они Услышат Его Голос Они Не Могут Быть Уверены В Этом Несмотря На То Что На Словах Они Утверждают Да Я Верю В Их Сердцах Гнездится Сомнение И Они Спрашивают Себя Произойдет Ли Это На Самом Деле До Того Как Я Родился Свыше Мой Разум Был Не Способен Постичь Смысл Самого Понятия Воскресения Я Спрашивал Себя Каким Образом Иисус Смог Восстать Из Мертвых Как Вообще Умерший Человек Может Вновь Вернуться К жизни Но Ведь Господь Взявший На себя Грехи Этого Мира Является Самим Всемогущим Богом И Поэтому Вернуться К жизни Ему Не Составило Никакого Труда Господь Сказал Что Подобно Тому Как Он Воскрес Из Мертвых Так И Мы Вновь Вернемся К жизни Он Он Сказал Нам Тех Кто Едят Мою Плоть И Пьют Мою Кровь Я Воскрешу В Последний День И Все Кто Верят В Меня Обретут Вечную Жизнь И Это Действительно Так С Приходом Пасхи Неродившиеся Свыше Проповедники Начинают Разглагольствовать О вещах Не Имеющих Никакого Отношения Ни К Воскресению Нашего Господа Ни К Воскресению Нас Самих Но Мы Должны Понимать Что Господь Воскресил Нас Даровав Нам Новую Жизнь И Мы Должны Верить В Это И От Всего Серца Благодарить Его После Того Как Мы Завершим Божьи Дела На Этой Земле Мы Отправимся Навстречу Господу И Предстанем В Его Присутствии Что Произойдет С Нашими Телами Когда Мы Предстанем Перед Богом Люди Верующие В Евангелие Воды И Духа Уверены Что Они Вернутся К Жизни После Смерти Но Те Кто Не Верят В Этой Евангелие Не Смогут Участвовать В Первом Воскресении Откровение Глава Двадцатая Стихи Пятый Шестой Да И Могут Ли Те Кто Не Вкушал Плоти Иисуса И Не Пил Его Крови По Вере В Евангелие Воды И Духа Поверить В Воскресение Иисуса И Надеяться На Свое Собственное Поверить В Факт Своего Будущего Воскресения Могут Лишь Те Кто Знает Что Иисус Приняв Крещение От Иоанна Крестителя Взял На Себя Грехи Этого Мира Истек Кровью На Кресте И Воскрес Из Мертвых Иисус Изначально Является Самим Богом И Поэтому Он Смог Спасти Всех Нас Придя На Эту Землю Во Плоти Человека Раз И Навсегда Взяв На Себя Наши С вами Грехи И Сделал Это Он Приняв Крещение От Иоанна Крестителя И Смерть На Кресте А Также Восстав Из Мертвых Если бы Иисус Был Просто Человеком Наше Спасение Было Бы Невозможно Но Он Совершил Это Спасение Потому Что Он Сам Бог Среди Бесчисленного Множества Божьих Творений В этом Мире Нет Ни Одного Человека Который Появился Бы На Свет Без Греха Все Люди Рождаются Грешниками Однако Иисус Сын Бога Отца И Он Тот Кто Своим Словом Сотворил Всю Вселенную И Поскольку Наше Спасение Является Волей Бога Отца То Во Исполнение Этой Воли Христос Сошел На Землю И Спас Нас Благодаря Евангелию Воды И Духа Наш Господь Воскресил Нас Верующих В эту Истину И Избавил Нас Как От Духовной Так И От Физической Смерти Иисус На Самом Деле Сделал Это Для Нас И Поэтому Он Является Вашим И Моим Спасителем Вот Почему Наши Сердца Исполнены Верой В Бога И Огромной Благодарности Мы Должны Осознать Тот Факт Что Иисус Сам Бог И Мы Должны Верить В Это Первое Иоанна Глава Пятая Стих Двадцатый Если бы Иисус Был Обычным Человеком То Ни один Человек Не смог бы Обрести Спасение Предположим Что Некий Добродетельный И весьма Уважаемый В мире Человек Взял Взял На себя Наши С вами Грехи И Умер Ради Нас Можем Ли мы В этом Случае Обрести Спасение Нет Это Невозможно Потому Что В этом Мире Нет Ни Одного Человека Который Бы Не Грешил И Поэтому Если бы Даже Этот Добродетельный И Уважаемый Человек Взял На себя Наши Грехи И Умер Вместо Нас Он Все равно Не смог Бы Спасти Ни Одного Грешника Потому Что Он Сам Грешен Только Всемогущий Бог Может Спасти Нас От Греха И Поэтому Он Сам Пришел На Эту Землю Чтобы Избавить Нас От Всех Наш Грехов Вот Почему Наш Господь Который Есть Сам Бог Принял Крещение И Тем Самым Взял На Своё Собственное Тело Все Грехи Этого Мира Чтобы Полностью Уничтожить Их Именно Потому Что Иисус Господь Он Смог Понести Наказание За Наши Грехи И Умереть Вместо Нас На Кресте Кроме Того Именно Благодаря Своему Могуществу Он Смог Восстать Из Мертвых Так Иисус Действительно Спас Нас С Вами От Греха Вот Почему Веруя В Иисуса Христа Мы Возносим Хвалу Господу Огромное Число Людей В этом Мире Полагаются В своей Вере На Свои Собственные Умозаключения Они Ведут Откровенно Религиозную Жизнь Размышляя Над Сегодняшним Отрывком Из Библии Эти Люди Рассуждают Так Как же Пять Небольших Хлебов И Две Рыбки Могли Умножиться Столь Чудесным Образом Скорее Всего Вследствие После того Что Некий Ребенок Ни секунды Не колеблясь Отдал Иисусу Свой Скромный Обед Взрослые Тронутые Этим Поступком Так же Достали Свои Припрятанные Запасы Пищи И Отдали Их Для Общей Трапезы А после Того Как Все Эти Продукты Были Собраны И Поровну Разделены Между Всеми Присутствующими Их Оказалось Достаточно Не только Для того Чтобы Все Насытились Но И чтобы Наполнить Их Остатками Двенадцать Коробов Поэтому Давайте И мы Пожертвуем Хотя бы Немного Денег И Поможем Нуждающимся Даже Скромное Пожертвование Может Помочь Бедному Человеку Поэтому Мы все Должны Помогать Бедным Однако На самом Деле Подобные Рассуждения Превращают Слово Божье В лишенную Какого-либо Смысла Систему Общечеловеческих Ценностей Систему Чисто Человеческих Представлений О моральных И Этических Нормах Обед Которым Поделился Ребенок Состоял Только Из Пяти Ячменных Хлебов И Двух Рыбок Возможно Что Этот Обед Ему Приготовили Родители Которые Хотели Чтобы Их Сын Отправляясь Повидать Иисуса Обязательно Имел С собой Что-нибудь Перекусить Но Ребенок Предложил Свой Скромный Обед Господу Господь Взял Эти Продукты Из Рук Мальчика И Благословил Их Сотворив Тем Самым Настоящее Чудо И Никто Из Нас Людей Никогда Не смог Бы Сотворить Подобного Как Бы Мы Не Благословляли Хлеб И Рыбу Любой Человек Находящийся В здравом Уме Знает Что Это Невозможно Но Вместо Того Чтобы Просто Принимать Это чудо Как Давность Только Потому Что Об этом Написано В Библии Представьте Что Вы Сами Делаете То Что Сделал Иисус И Задумайтесь Над Этим Если Бы Вы Вознесли Молитву Над Хлебом И Рыбой И Сказали Бы Да Благословит Их Бог Разве Превратились Бы Они В Такое Количество Пищи Которым Смогли Бы Насытиться Все Собравшиеся Да Еще Осталось Бы Чтобы Наполнить Двенадцать Коробов Конечно Нет Мы Не В силах Сотворить Ничего Подобного Такое Чудо Способен Сотворить Только Иисус Сегодня Мы Распространяем Евангелие Истины По Всему Миру Очень Многие Люди Проповедуют Свои Собственные Евангелия Но Среди Всех Этих Проповедников Мало Тех Кто Проповедует Евангелие Воды И Духа В мире Не существует Иного Евангелия Истины Как Только Это Евангелие Воды И Духа Именно В этой Евангелии Воды И Духа Мы Верим И Именно Его Проповедуем И Именно Это Евангелие Является Тем Самым Словом Божьим Которое Способно Спасти Всех Людей На земле Евангелие Воды И Духа Благословенно Это Хлеб Жизни Который Позволяет Людям Очиститься От Их Грехов И Обрести Новую Жизнь Некоторые Из Нас Лишь Недавно Услышали Евангелие Воды И Духа В то Время Как Другие Люди Уже Давно Родились Свыше Уверовав В Эта Евангелие Но Несмотря На Это Мы Все Прекрасно Знаем Что Именно Евангелие Воды И Духа Является Единственным Евангелием Истины Евангелие Воды И Духа Гласит Что Господь Уничтожил Все наши Грехи Своим Крещением И Своей Кровью На Кресте Наш Господь Стал Нашим Спасителем Придя На Эту Землю Взяв На Себя Все Грехи Этого Мира Во Время Своего Крещения Пролив Свою Кровь На Кресте Приняв Смерть На Нем И Восстав Из Мертвых Пять Ячменных Хлебов Из Сегодняшнего Отрывка Из Библии Символизируют Благодать Спасения Ниспосланную Нам Богом И Это И Есть Евангелие Воды И Духа Число Пять В Библии Означает Божью Благодать И Благословение Собратья Мои В Исповедуемом Нами Евангелии Воды И Духа Заключены Благословение Спасения И Благословение Новой Вечной Жизни Оно Воистину Чудесно Мы Верим В Это Евангелие И Проповедуем Его По всему Миру Посредством Наших Книг Прямо Сейчас В этот Самый Момент Со всех Уголков Нашей Земли Люди Шлют Нам Свидетельства О своем Спасении Рассказывая Нам о том Что Они Получили Прощение Всех Своих Грехов Веруя В Евангелии Воды И Духа Среди Этих Людей Есть Много Пасторов И Миссионеров Собратья Мои Когда Они Говорят Нам О своем Спасении Означает Ли Это Что Эти Люди Родились Свыше Только Сейчас Потому Что Они До сих Пор Не Верили В Иисуса Или Потому Что Они Уверовали В Него Позже Нас Нет Но Это Означает Что Эти Люди До сих Пор Верили В Лживые Евангелия И Только Сейчас Они Встретились С Евангелием Воды И Духа Проповедуем Божьей Церковью Вот Почему Только Сейчас Они Обрели Божью Благодать И Отныне Пребывают В ней Наш Господь Пообещал Что В нужное Время Он Ниспошлет На эту Землю Дождь Ранний И Дождь Поздний Иоиль Глава Вторая Стих Двадцать Третий Во времена Раннехристианской Церкви Когда Апостолы Проповедовали Евангелие Воды И Духа Бог Ниспослал На землю Ранний Дождь А сейчас Он Изливает Над Всей Нашей Планетой Дождь Поздний Этот Поздний Дождь Проливается Над Всем Миром Посредством Наших Печатных И Электронных Книг А также Посредством Интернета Иными Словами Вкушая Слово Евангелия Воды И Духа Люди Утоляют Свой Духовный Голод И Духовную Жажду И Обретают Вечную Жизнь Когда Наш Господь Пришел На эту Землю Он Принес В жертву Ради Нас Своё Тело Чтобы Своим Крещением Взять На себя Все Наши Грехи Он Уничтожил Эти Грехи Будучи Распятым На кресте Где Он Принял Мученическую Смерть И Воскрес Из Мертвых Мы Должны Вкушать Хлеб Жизни Который Который Он Он Дал Нам Людям Которые Верят В Дарованное Нам Иисусом Евангелие Он Также Дарует Спасение И Вечную Жизнь Наш Наш Господь Сказал Всякий Кто Будет Есть Хлеб Который Я Дам Ему Больше Никогда Не Будет Испытывать Чувство Голода Также Он Сказал А Кто Будет Пить Воду Которую Я Дам Ему Тот Не Будет Жаждать Вовек Но Вода Которую Я Дам Ему Сделается В нем Источником Воды Текущей В Жизнь Вечную И Иоанна Глава Четвертая Стих Четырнадцатый Какими бы Материальными Благами Не Обладали Люди Они Все Равно Испытывают Духовную Жажду Пребывая В этом Мире Люди Могут Пить Петь Плясать Но Их Сердца Все Равно Будут Исполнены Грусти И Печали Они Могут Отчаянно Веселиться Насыщаться Изысканными Яствами Напиваться До Бесчувствия И Предаваться Всем Мыслимым И Немыслимым Развлечениям Но Уже На Следующее Утро В Их Сердцах Вновь Будут Царить Пустота И Уныние Реальность Человеческого Бытия Такова Что Своими Сердцами Помыслами И Телами Люди Постоянно К чему-то Стремятся Однако Сердца Тех Кто Верит В Иисуса Как Своего Спасителя Всегда Наполнены Радостью И Счастьем Потому Что Сам Господь Своим Крещением Взял На Себя Все Наши Грехи Принял Смерть На Кресте И Воскрес Из Мертвых Понеся Тем Самым Наказание За Эти Грехи И Полностью Очистив Нас От Всех Наших Беззаконий Подобные Люди Всегда Уверенно Идут По Жизни И Неустанно Благодарят Бога За Своё Спасение Собратья Мои Наш Господь Наказал Нам Проповедовать Евангелие Воды И Духа К Сожалению В этом Мире Не так Уж Много Священнослужителей И Святых К Которые Проповедуют Это Евангелие Их Число Столь же Невелико Как Невелик Был Обед Мальчика О Котором Рассказывается В Сегодняшнем Отрывке Из Библии Однако Этого Обеда Хватило Для Того Чтобы Накормить Всех Присутствующих Там Людей И даже Осталось И этот Факт Есть Ничто Иное Как Демонстрация Божьего Могущества И Его Благословения В Настоящее Время Мы С вами Несем Слово Евангелия Воды И Духа Каждому Человеку В этом Мире Божья Церковь Верит В Это Евангелие И Проповедует Его Во Всем Мире И Поэтому Бог Благословляет Наш Труд И Как бы Далеко Не Находился От Нас Человек Если Он Всем Своим Сердцем Верит В Евангелии Воды И Духа Он Может Очиститься От Всех Своих Грехов И Стать По Настоящему Безгрешным Чадом Божьим И Этому Человеку Будет Ниспослано Благословение Небес Благодаря Которому Он Разрешит Проблемы Не Только Своей Души Но И Своей Плоти Мы Верим Что Бог Будет Благословлять Нас По Мере Того Как Будет Расти И Укрепляться Наша Вера Те Чудесные Дела О Которых Говорится В Сегодняшнем Отрывке Из Библии Происходят В этом Мире Прямо Сейчас Поэтому Священник Проповедующий Евангелие Воды И Духа Является Истинным Священником Перед Богом А Святые Которые Собрались В Божьей Церкви Проповедующий Евангелие Воды И Духа Являются Воистину Святыми Людьми И Эта Церковь Которая Проповедует Евангелие Воды И Духа Является Истинной Божьей Церковью Несмотря На то Что В мире Есть Немало Церквей Которые Сами Себя Провозгласили Божьими Церквями Главный Вопрос Заключается В том Действительно Ли Они Проповедуют Евангелие Воды И Духа Люди Которые Хвалятся Огромными Размерами Своих Храмов Числом Прихожан В своих Приходах Или Известностью Своих Пасторов Занимаются Суетным И Совершенно Бесполезным Делом Какими Бы Известными И Популярными Нибыли Их Пасторы Все Что Они Делают Это Пытаются Заработать Еще Больше Денег И Еще Больше Разрекламировать Самого Себя Такова Их Единственная Цель И Какими Бы Титулами И Званиями Не Обладали Эти Люди Никакой Духовной Силы В Них Нет А Что Скажете Вы Вы Верите В Евангелие Воды И Духа Это Евангелие Сокрыто Подобно Тайне Чтобы Люди С Нечестивыми Сердцами Не Смогли Распознать Ее И Не Смогли Постичь Ее Даже Если Они Узнают О Ней Об Этом Сказано В Книге Пророка Исаии Глава Шестая Стих Девятый Но Людям Которые Стремятся Познать Истину Библия В Каждой Своей Главе Открывает Это Евангелие Чтобы Они Могли Ознакомиться С Ним И Постичь Его Смысл Иными Словами Несмотря На то Что Христиане Грешники Говорят Лишь О Евангелии Крови На Кресте Бог Снова И Снова Говорит О Евангелии Воды И Духа Не Отъемлемыми Составляющими Евангелия Воды И Духа Являются Как Принятое Иисусом Крещение Так И Кровь Которую Он Пролил На Кресте Если Если Иисус Не Был Крещен Иоанном Крестителем Он Не Смог Бы Взять На Себя Наши Грехи И Ему Незачем Было Бы Умирать Будучи Распятым На Кресте Если В Евангелии Проповедуемом В Современном Христианстве Говорится Только О Крови На Кресте И Воскресении Иисуса То Каким же Образом Мы Могли Бы Получить Прощение Наших Грехов Мы Очистились От Всех Наших Грехов Потому Что Господь Сошел На Землю Крещением От Иоанна Крестителя Взял На Себя Все Грехи Этого Мира Понес Их На Крест И Был Распят На Нем В Наказание За Эти Грехи Если Бы Сам Господь Не Был Крещен Иоанном Крестителем Он Никогда Не Смог Б Взять На Себя Грехи Этого Мира Сегодня Любое Другое Евангелие За Исключением Евангелия Воды И Духа То есть Евангелие Гласящее Только О Крови На Кресте Является Недостоверным Искаженным Евангелием Насколько Оно Искаженно Вы Можете Думать Что Не Будет Большой Беды В том Чтобы Изъять Крещение Иисуса Христа Из Евангелия Воды И Духа Однако Ваше Будущее И Последствия Будут Напрямую Зависеть От Того В Какое Евангелие Вы Верите Во Времена Раннехристианской Церкви Апостолы Проповедовали Евангелие Воды И Духа Апостол Петр Сказал Так И Нас Ныне Подобное Сему Образу Крещение Спасает Первое Петра Глава Третья Стих Двадцать Первый Павел Также Проповедовал Евангелие Воды И Духа Он Говорил Все Вы Во Христа Крестившиеся Во Христа Облеклись Галатам Глава Третья Стих Двадцать Седьмой Свидетельствовал О Евангелии Воды И Духа И Апостол Иоанн Первое Иоанна Глава Пятая Стихи Шестой Восьмой Каждый Апостол Верил Что Когда Иисус Принял Крещение От Иоанна Крестителя Он Взял На Себя Все Его Грехи А Когда Иисус Пролил Свою Кровь На Кресте И Умер Он Расплатился За Каждый Грех Который Он Понес На Себе Таким Образом Человек Который Верит Только В Кровь На Кресте Вместо Того Чтобы Верить В Евангелие Воды И Духа На Самом Деле Исповедует Христианство Просто Как Одну Из Многочисленных Религий Существующих В этом Мире И Если Это Так То Этот Человек По-прежнему Остается Грешником Даже Если Он Верит В Иисуса Как Своего Спасителя Как Же Тогда Можно Очиститься От Грехов Пребывающих В наших Сердцах Когда Иисус Пришел Креститься От Иоанна Крестителя Он Сказал Ему Оставь Теперь Ибо Так Надлежит Нам Исполнить Всякую Правду Матфея Глава Третья Стих Пятнадцатый Под Словами Всякая Правда Здесь Имеется Ввиду То Что Явилось Результатом Деяний Господа Когда Он Крестился Взяв Таким Образом На себя Все Грехи Этого Мира И Раз И Навсегда Уничтожил Их Иисус Пришел На эту Землю Чтобы Совершить Деяния Во Исполнение Божьей Праведности И Он Сделал Это Приняв Крещение От Иоанна Крестителя Что Означает Для Нас Крещение Иисуса От Иоанна Крестителя Оно Означает Что Будучи Крещенным Иоанном Крестителем Иисус Взял На себя Все Наши Грехи И Раз И Навсегда Уничтожил Их Если В вашем Сердце Пребывает Грех И вы Хотите Очистить Ваше Сердце От Этого Греха Что Вам Необходимо Для Этого Сделать Вы Должны Вспомнить Что Иисус Уничтожил Все Ваши Грехи Приняв Крещение От Иоанна Крестителя Вы Должны Четко Осознавать И Безоговорочно Верить Что В тот Самый Момент Когда Иисус Принял Крещение От Иоанна Крестителя Все Ваши Грехи Перешли На Него В Противном Случае Вы Никогда Не сможете Очиститься От Ваших Грехов Можем Ли Мы Избавиться От Наших Грехов Нашими Собственными Усилиями Возможно Ли Спасение Благодаря Мольбам О Прощении Можем Ли Мы Очиститься От Грехов Если Будем Вести Благочестивую Жизнь И Совершать Множество Добрых Дел Можно Ли Попасть В Царство Небесное Жертвуя Собственной Жизнью Во имя Проповедования Евангелия Иисуса В Одном Церковном Гимне Есть Такие Слова Рыдание Рыдание И плач Не спасут Меня Хотя Мое Лицо Им Было Омыто Слезами Это Не Смогло Избавить Меня От Страха И Не Смогло Смыть Все Мои Грехи Таким Образом Как бы мы Не стинали И не рыдали Наши грехи Не исчезнут Истинное Прощение Грехов Обретается Только Если мы Верим В то Что Иисус Сделал Для нас Прощение Грехов Не Обретается Посредством Наших Собственных Дел Но Достигается Благодаря Нашей Вере В Евангелии Воды И Духа Которая Гласит Что Иисус По Своей Любви К нам Сошел На землю Чтобы Уничтожить Все Наши Грехи Что Для Этого Он Будучи Крещенным Иоанном Крестителем Взял На себя Все Наши Грехи Что Он Умер На кресте И Воскрес Из Мертвых И Что Тем Самым Он Спас Нас Иными Словами Мы Обретаем Спасение Слушая Евангелие Воды И Духа Нашими Ушами И Сердцем Веруя В Него На этой земле Нет Ни одного Человека Который Смог бы Спастись Благодаря Своим Собственным Добрым Делам И Благочестивым Поступкам Человеку Достаточно Просто Открыто Признать Перед Словом Божьим Свою Истинную Сущность И Тогда Он Тотчас Осознает Что Обречен Грешить Всю Жизнь Со дня Появления На свет И до Самой Смерти Если же Кто-либо Думает Иначе Это Только Потому Что Он Пытается Оправдаться И Переоценивает Себя Жизнь Любого Человека Представляет Собой Череду Сменяющих Друг друга Грехов Постоянно Совершаемых Людьми От Рождения И до Смерти Иисус Сказал Всякий Кто Смотрит На Женщину С Вожделением Уже Прелюбодействует С нею В Сердце Своем Матфея Глава Пятая Стих Двадцать Восьмой Так Сколько Же Грехов Совершают Люди В Своих Помыслах Своими Словами Глазами И Поступками Не Успевает Человек Появиться На Свет Как Он Уже Начинает Требовать Дай Мне Это Дай Мне То Каждый Человек Рождается С Грехом В Сердце Еще Даже Не Научившись Говорить И Ходить Он Уже Творит Зло Но Означает Ли Это Что С Годами Люди Становятся Лучше Нет Напротив С Годами Люди Становятся Еще Более Злонамеренными И Нечестивыми Они Совершают Еще Больше Грехов И Причиняют Еще Больше Зла На Самом Деле Ни Один Человек Не Обучается Искусству Греха Но Все Люди Без Исключения Великие Мастера В этом Деле В Юные Годы Я Считал Себя Хорошим Ребенком Который Слушается Своих Родителей И Не Озорничает Наши Соседи Также Полагали Что Я Являюсь Благовоспитанным Мальчиком Достойным Награды За Необычайно Почтительное Отношение К Своим Родителям Вследствие Всего Этого Я Говорил Себе Должно Быть Я Действительно Являюсь Образцом Добродетели Но Едва Достигнув Подросткового Возраста Я Начал Совершать Проступки Характерные Для ребят Моих Лет Я Так Много Грешил Что Люди Уже Стали Говорить Мне Разве Твоя Мама Тебя Этому Учила Пытаясь Обмануть Самого Себя Я Рассуждал Так Я Не Из Тех Кто Способен Совершить Подобный Грех Хотя Я Все же Совершил Его Это Была Ошибка Нет Я Не Такой Это Больше Не Повторится Никогда Таким Образом Когда Я Повзрослел И Начал Грешить То Прежде Всего Это Было Сюрпризом Для Меня Самого А Затем Это Стало Вызывать Удивление Со Стороны Окружающих Кроме Того Меня Стали Шокировать Грехи Других Людей Через Некоторое Время Будучи Уже Юношей Я Осознал Следующее Люди Греховные По Своей Природе Эта Мысль Настолько Поразила Меня Что Я Серьезно Заболел И Едва Не Умер Находясь В Предсмертном Состоянии Я Уверовал В Иисуса Однако При этом Грехи Моего Сердца Не Исчезли Они Продолжали Терзать Меня Видя Что я Не в Состоянии Избавиться От Моих Грехов Несмотря На мою Веру В Иисуса Я Настолько Разочаровался В жизни Что Однажды Даже Попытался Совершить Самоубийство К счастью Я Встретил Господа И Он Даровал Мне Евангелие Воды И Духа Когда Я Уверовал В это Истинное Евангелие Мое Сердце Полностью Очистилось От Тех Многочисленных Грехов Которые Долгие Годы Гнездились В нем До того Как я Открыл Для себя Евангелие Воды И Духа В моем Сердце Пребывало Множество Грехов Несмотря На мою Веру В Иисуса Хотя В те Дни Я И Говорил Людям Веруйте В Иисуса И Очиститесь От Ваших Грехов Возносите Покаянные Молитвы Чтобы Избавиться От Ваших Каждодневных Грехов Мое Собственное Сердце По-прежнему Потопало В грехе В то Время Я Изучал Богословские Науки И Одновременно Совершал Богослужения Но Мои Грехи Были Начертаны В моем Сердце Грехи Людей Начертаны Наскрижали Их Сердце И Еремия Глава Семнадцатая Стих Первый Именно По этой Причине Человек Осознает Грехи Которые Он Совершает Пред Богом Считаете Ли Вы Что Сможете Вести Добродетельную Жизнь Если Будете Изо Всех Сил Пытаться Уберечься От Греха Это Очень Трудно А На самом Деле Это Просто Невозможно Вы Конечно Можете Разыгрывать Из себя Благочестивого И Добропорядочного Человека Но Но Действительности Ни Один Человек Не В Состоянии Вести Абсолютно Добродетельную Жизнь Перед Богом Каждый Человек Грешит До Самой Смерти Именно Поэтому Иисус Пришел На Землю И Приняв Крещение Взял На Себя Наши С вами Грехи Чтобы Раз И Навсегда Уничтожить Их И Именно Потому Что Наш Господь Своим Крещением Взял На Себя Все Наши Грехи Наши Сердца Полностью Очистились От Греха Проблема Однако Заключается В том Что Большинство Людей Полностью Позабыли Об этом Верить В Иисуса Как Нашего Спасителя Для Нас Означает Верить В то Что Иисус Спас Нас Придя На Эту Землю Своим Крещением Взяв На Себя Все Наши Грехи Приняв Смерть Будучи Распятым На Кресте И Восстав Из Мертвых Вот Почему В Библии Сказано Что Увидеть Царство Небесное И войти В него Может Только Тот Человек Который Родился От Воды И Духа И Иоанна Глава Третья Стихи Третий Пятый Бог Мог Спасти Нас Только Придя На Землю Во Плоти Человека И Взяв На Себя Наши Грехи Во Время Крещения От Иоанна Крестителя И Понеся Наказание За Них А Также Восстав Из Мертвых Вот Почему Наш Господь Спас Нас Именно Таким Способом И Спасены Мы Были Благодаря Тому Что Осознали Этот Факт И Уверовали В Него Несмотря На То Что Я Большой Грешник И Что Я Не Могу Не Грешить Всю Свою Жизнь Господь Сошел На Землю Чтобы Спасти От Греха Такого Человека Как Я Он Принял Крещение Умер На Кресте Воскрес Из Мертвых И Тем Самым Действительно Спас Меня Он Мой Спаситель Все Все Мои Грехи Перешли На Господа Во Время Его Крещения И Теперь У Меня Больше Нет Греха И Поскольку Господь Был Осужден За Мои Грехи Распят И Умер На Кресте То Отныне Для Меня Нет Больше Осуждения За Грех Господь Был Крещен И Уже Осужден Вместо Меня Для Нас Правильная Вера Заключается В том Чтобы Постичь Смысл Евангелия Воды И Духа И Верить В Него Наша Вера Не Может Считаться Правильной Только Потому Что Мы Не Пропускаем Собраний В нашей Церкви Добровольно Участвуем В Христианских Благотворительных Мероприятиях И Совершаем Добрые Дела Регулярно Делаем Пожертвования И Неустанно Проповедуем Евангелие Каждый Человек Который Приходит В Божью Церковь Прежде Всего Должен Получить Прощение Своих Грехов Веруя В Евангелие Воды И Духа Выставлять На показ Свои Собственные Преданность И Достоинства Не Получив При этом Прощение Своих Грехов И При этом Полагать Что Этим Вы Помогаете Церкви Это Неправильная Вера Если Человек Имеет В своем Сердце Грех Он Будет Брошен В Преисподнюю Поэтому Человек Который Все еще Не получил Прощения Своих Грехов Должен Прежде Всего Уверовать В Дарованное Иисусом Евангелие Воды И Духа И Очиститься От Своих Грехов Каким Образом Может Служить Богу Человек Который Не Получил Прощение Грехов Какое Служение Богу Можно Ожидать От Человека Погрязшего В Трясине Греха Самое Первое Что Должен Сделать Человек Перед Богом Это Получить От Него Спасение Через Прощение Грехов И Таким Образом Получить В Дар Новую Жизнь Только После Этого Человек Сможет С Помощью Господа Разрешить Свои Духовные Проблемы И Проблемы Своей Плоти Человеку Который Не Разрешил Своей Самой Главной Проблемы Проблемы Греха Бессмысленно Пытаться Предлагать Свои Услуги И Добровольную Помощь Божьей Церкви Проблема Современных Христиан Заключается В том Что Они Пытаются Служить Богу Так Как Сами Считают Правильным Вот Почему Многие Христианские Лидеры Озабочены Сегодня Лишь Возведением Все Более Впечатляющих Храмов И Все Более Высоких Колоколен Вместо Того Чтобы Помогать Людям Получить Прощение Своих Грехов Сейчас По всему Миру Можно Увидеть Множество Церквей Которые Скорее Походят На Королевские Дворцы Чем На Обиталище Бога Подобное Явление В Христианстве Представляет Собой Результат Неверного Понимания Служения Богу Собратья Мои Какая Церковь Является Истинной Божьей Церковью Церковь Это не просто Строение Для совершения Богослужений Истинной Божьей Церковью Является Собрание Святых Которые Верят В Евангелии Воды И Духа И Служат Делу Распространения И Проповедования Этого Евангелия Эти люди Могут Собираться Вместе И Служить Богу И В какой-нибудь Захудалой Лачуге Но Если Они Действительно Знают Евангелие Воды И Духа И Верят В Него Эта Лачуга Будет Прекрасной Истинно Божьей Церковью Когда Вы Приходите В Божью Церковь Вы Становитесь Членом Единого Братства Посредством Божьего Слова Церковь Помогает Вам В разрешении Ваших Проблем Становится Вашим Наставником И Молится О Вас Таким Образом Прежде Всего Божья Церковь Спасает Вашу Душу Кроме Того Иногда Божья Церковь Дает Своим Святым Советы По поводу Того Как им Разрешить Их Мирские Проблемы А Так же Служит Им Добрым Пастырем И В их Повседневной Жизни Является Ли Божьей Церковью Та Церковь В которой Не проповедуется Евангелие Воды И Духа Конечно же Нет Божья Церковь Дает Нам Возможность Вкусить Плоть Иисуса И Испить Его Кровь Посредством Евангелия Воды И Духа И тем Самым Она Ведет Нас По Благословенному Пути Следуя Которым Мы Очищаемся От всех Наших Грехов Да Пребудет Великое Благословение Божьей Церкви С каждым Из тех Кто Вкусил Плоть Иисуса И Испил Его Кровь Благословение Благословение Продолжение